Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы еще немножко порассуждаем о том, кто такой олень. Вообще попробуем понять природу оленизма. Я уже давно хотел сделать целую серию сюжетов, основные понятия мужского движения, определить основные понятия. Ну, как-то руки не доходили и вот поступил вопрос от подписчика. Что будет, если условно годная девушка или женщина достанется закоренелому оленю? Ну, вопрос на самом деле очень короткий, я на него сразу отвечу, а дальше поговорим именно о природе оленизма. Что будет? Он ее испортит, эту условно годную девушку или женщину. В каком плане испортит? Она станет негодной. То есть, к примеру, у женщины есть какие-то ограничивающие, сдерживающие факторы. Она считает, что таким образом себя вести нельзя, но, как я говорил, она подвергается пропаганде общества, телевизора, чего угодно. Коллег по работе все равно на нее постоянно капают. Поэтому она в любом случае сомневается, что, ну, в общем-то, вот так вот аморально себя вести, ну, а вот там вот Машка себя так ведет и так далее. Все равно она сомневается. И тут вдруг появляется в ее жизни олень, который говорит, нет, ты богиня, начинает все там кидать к ее ногам. Она не видит, скажем так, кого она обидит своим аморальным поведением. То есть, одно дело, появляется мужчина в ее жизни, который говорит, да, ну, нужно себя вести вот так, потому что, ну, в общем-то, я личность, и не надо на меня плевать, иначе что меня должно сдерживать от того, чтобы плевать на тебя, иначе вообще на чем возможны личностные отношения. То есть, объясняет ей, дальше ее развивает. И тогда пропаганда отходит на второй план. А здесь, по сути, он, да-да-да, плюнь в меня. Правильно Машка плюет своего. Вот и я еще, как говорится, ее оленя перебью. Он ей там сто тысяч к ногам кладет, а я буду двести класть. Ну, и плюнет она в конечном счете на него. Потому что она не нашла подтверждения вот этим своим мыслям о том, что, может быть, все-таки по-человечески себя вести. Ей Машка, подруга, говорит, что не надо себя вести по-человечески. Общество, телевизор, коллеги на работе. И вот, казалось бы, один человек, который мог бы вот эти сомнения ее взять и развить, что, может, все-таки человеком лучше быть, и он говорит, что нет, человеком быть не надо. Ну, разумеется, она испортится. Это, как бы, очевидно. Но все-таки такой вопрос, что будет, ну, скажем так, если олень достанется, он немножечко указывает на недопонимание природы оленизма, как такового. Многие считают, что олень и вообще оленизм – это способ отношений, способ выстраивания отношений с противоположным полом, с женщинами, с девушками, с женщинами. На самом деле это способ жизни. Не бывает человек половинчатый, не бывает человек, скажем, на четвертушку. То есть, если перед нами олень – человек, который придерживается мировоззрения, условно назовем его оленизм, то это человек, который придерживается этого мировоззрения во всех сферах жизни, а не только в отношениях с противоположным полом. Это значит, что оленизм будет у него проявляться в работе, в отношениях с государством, с родственниками, с обществом, то есть везде, ну и в том числе, да, с противоположным полом. Потому что, еще раз говорю, человек – целостное существо. И если вдруг у человека мысли двоятся, то это временное явление. Они, как правило, перетягивают либо туда, либо туда. И поэтому наполовинку олень, если предположить существование такового, это явление очень временное и очень краткосрочное. То есть он либо откажется от оленизма, либо уйдет в оленизм полностью, откажется от этих мыслей не оленях. Итак, что характеризует оленя? Вообще, даже не оленя, мы сейчас не говорим о личностях, философию оленизма. Почему человек принимает эту философию? Характеризует ее две базовые вещи и несколько вещей уже производных. Базовые вещи, на чем держится оленизм, это страх и ненависть. Перманентный страх и ненависть. То есть человек должен всего бояться и все ненавидеть. Но, как правило, ненавидеть именно потому, что боится. Вот на этом фундаменте строится оленизм. Дальше, в чем это будет уже проявляться, производные? Ну, во-первых, страх, в чем он будет проявляться? В поиске, в постоянном поиске путей наименьшего сопротивления. Кто его сильнее прогибает, того он и будет слушаться. Туда он и пойдет. Дальше, в чем это еще? Сейчас немножко разберем. В чем еще проявляется? Увеличение количества кривды, если хотите, лжи вообще в жизни, в мире, через него. Но исключительно в роли потерпевшего. Ну вот, пожалуй, да. И еще, собственно, ненависть будет выражаться через ненависть к накомыслию. Ну и сейчас по порядку об этом поговорим. Итак, ну с чего начнем? Поиск путей наименьшего сопротивления. Что это будет означать? Условно говоря, пример. С него требует государство налог. А он считает, что надо, надо платить. А как же? Накажут же, надо платить. Но женщина говорит, что, слушай, ты меня сейчас в ресторан не сводишь? Я тебе не дам, и вообще зачем ты мне нужен? Он эти деньги возьмет и отдаст женщине. Потом будет думать за налог. Но сейчас он женщину поведет в ресторан. То есть он просто будет выбирать постоянно, кто его сильнее нагибает. Если вдруг появится какая-то сфера жизни, некое поле свободной деятельности, такое свободного творчества, где его никто не нагибает. Не знаю, рисуй картины, тебе дано. Ему это будет неинтересно. Ему постоянно нужно вариться в отношениях, где его будут все нагибать. Потому что и туда, в это свободное творчество, он выйти боится. Он боится шаг сделать без разрешения. Ему там не давали разрешения. Вот здесь женщина ему говорит, делай так, так и так. Государство говорит, делай так, так и так. Все, ему определили следующий шаг. Вот здесь он и будет делать. А там, там его другой страх одолеет. Никто не определяет ему, что делать. И поэтому очень ошибочно считать, что, например, если мужчина работает с 8 до 10 вечера, прогибается под начальство, перерабатывает, это олень. А если он прогибает, уже будучи начальником, прогибает другого мужчину, или там подчиненного, неважно, мужчину, женщину, прогибает, чтобы тот работал, перерабатывал, то это не олень. Это уже некий такой альфа-самец. Это тоже олень. Он его просто в другой должности. Он его прогибает не потому, что сам считает нужным прогибать, а потому, что его уже прогнуло идеологически общество. Женщина, которая рядом с ним, жена, что нужно зарабатывать много, Нужно прогибать других, нужно идти к успеху и так далее Нужно потреблять как можно больше Он прогибает только потому, что прогнут вдоль и поперек сам И тогда он начинает прогибать уже других Ну если дорывается до этой должности Далеко не все дорываются Кто-то так и остается на рядовых должностях Поэтому даже начальник, да, вполне может быть оленем Который прогибает Он прогибает точно так же с 8 до 10 Он же, говоря, что давайте сегодня работать С работы не уходит, как правило Что вы сидите, а я пойду Как правило нет, он так же будет сидеть И более того у него появляются другие риски Перед той же налоговой, УБЭПом и так далее Он прогибается как правило больше А то, что он с этого больше получает Ну так и что, ему нужно больше получать Потому что он больше прогнут Ему нужно больше соответствовать Быть успешным и так далее Поэтому прогибать олени могут тоже только прогибаясь И здесь он все равно потерпевший Он вынужден прогибать Ну вот что касается поиска путей наименьшего сопротивления Он всегда будет выбирать, кто его посильнее прогнет Дальше Ненависть к инакомыслию Ну что это такое? Ненавидеть будут больше всего за дело Не за слова Вот если вы человеку, который исповедует оленизм Скажете, что ты не прав Ты прогибаешься под женщину Прогибаешься под систему Он всегда может ваши слова спорить Поэтому слова не столь страшны Страшен пример иной жизни Слова, ну, вы ему говорите, что ты прогибаешься под жену Тобой жена командует Он говорит, да ладно, что ты мне Тобой еще сильнее командует И все Вы говорите, что да нет, ни капли Да, ну бросите Всеми командует, что ты меня заливаешь И все Он всегда может просто упереться и сказать, что врешь Дальше У вас нет жены И вы говорите, что без жены лучше Да ладно, ты просто семью не смог построить Вот Единственная форма семьи Прогибаться под жену Ну не прогибаться, я просто ее люблю Это ты считаешь, что прогибаюсь А я ее таким образом люблю Вот И это нормально Поэтому у меня есть семья А ты неудачник, у тебя семьи нет То есть ваши слова всегда могут быть взяты под вопрос И Вас будут ненавидеть за слова Ну минимально Но Намного сильнее вас будут ненавидеть Если вы покажете примером Пример иной жизни То есть У вас есть жена Очевидно, вы под нее не прогибаетесь То есть это видно Вы каким-то образом засветили ваши отношения У вас нет жены Вы реально счастливы То есть вы говорите человеку Ну допустим, вы не в подчинении Вы говорите, что Слушай, ты работаешь там До темна А я вот поехал куда-то И не просто, что я не работаю до темна А мне это не нужно Все, я там поехал в другую страну смотреть Вот за это вас будут ненавидеть За пример иной жизни Поэтому Это что касается инакомыслия Что касается увеличения количества лжи Каким образом? Ну я уже сказал Только в роли потерпевшего И Прогибаясь, допустим, подначальника Ну смотрите Если люди заключили договор Работа с 9 до 6 Зарплата такая-то Договор исполнен с обеих сторон Это правда? Это правда Это правда договора Если же кто-то перерабатывает Кто-то не платит зарплату Это кривда Кривда Так вот Именно увеличение количества кривды И будет основной целью оленя Он будет прогибаться Да, он будет увеличивать ее На правах перерабатывающего Не получающего зарплату Это нормально Но главное, что он будет ее увеличивать Плюс Он будет всегда использовать Ну основное оружие лжи 50% лжи То есть он будет каким-то образом Вести себя так Что Ну на 100% ложь не видна Ну взять Библию Что в Библии написано Просящему дай Вроде бы, казалось бы Человек такой смиренный Прогибается под начальника Да может он христианин Может быть просто просящему дай Он видит, что начальнику нужно А денег у него нет И он прогибается Казалось бы так С виду Но ложь тогда и становится Особо опасной ложью Когда она похожа на правду Но в данном-то случае Не просящему дай А требующему дай Вот как раз просящему Он не даст А требующему даст И так во всем То есть практически 100% будет Такая как бы Похожесть его лжи На правду Он всегда будет маскировать Свою ложь под правду Я люблю жену Поэтому я делаю ей подарки Но если копнуть поглубже Ты не любишь Ты ее боишься Ты прогибаешься Вот и все Ты унижаешься И это не совсем то же самое Что любовь Короче говоря Он будет маскировать правду Вот исходя из этого Из всего Вот из этой природы Оленизма Можно наметить И основные пути Борьбы с оленьей прошивкой Тоже было очень много Вопросов от подписчиков Понимаю Оленью прошивку Но ничего сделать не могу Там не знаю Гормоны играют Не могу без женщин обходиться А женщины вот таким образом Себя ведут Ставят условия И так далее Так вот С чего бы я рекомендовал начать Понять То что я уже сказал То что оленизм Это явление комплексное Это не только В отношениях с женщинами И поэтому Если у вас Не идет Скажем так Борьба с оленьей прошивкой В отношении с женщинами То начинайте С других Каких-то аспектов Определите Где вы еще олените А на самом деле Вы копнете И получится Что олените везде Работа Родственники Вас прогибают Система Выберите Это первое Второе Выберите Где вам легче всего Бороться с оленьей прошивкой Не можете вы женщинами пожертвовать Работой можете Не можете Какими-то родственниками Дальними можете Можете Начинайте с них То есть Начинайте с периферии И когда вы Вот эти корешки Обрубите Дальние корешки Чем корешки дальше Тем они тоньше Их больше Но они тоньше Это как дерево У него там 3-4 корня основных Их не перерубить Они толстые Потом разветвление Их уже там Десяток Чуть потоньше И так далее И конечно Они уже очень маленькие Рубите их Будет много работы Но зато Легко обрубается корешок Вот так Перерубается оленья прошивка И вы подойдете Уже вот к этим Вещам С теми же отношениями С женщинами К этому толстому корню Но он уже будет засохший И он легко отрубится Он будет засохший Потому что все боковые срублены Все Ему уже Питание ему не идет И он просто там Руками переламывается Несмотря на толщину Вот так Это и есть оленья прошивка Самое главное Определите периферию Определите периферию Оленей прошивки Она огромная Она Суть вся вашей жизни Все ваши отношения Все ваши Какие-то связи Еще раз говорю Не бывает олень наполовинку Не бывает человек наполовинку Ну вот Немножечко Таким размышлением Об оленизме О его природе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...